Вы смотрите урок по Joomla 4. Меня зовут Федор Васильев. Тема урока – тип пункта меню, теги или метки. Прежде чем начнем разбирать теги и метки, вы должны понимать, с чего вообще это все начинается. При создании статей, категорий, вы должны хотя бы где-то создать одну метку. Мы уже немножко об этом с вами ранее говорили. То есть, если мы посмотрим в компоненты, вот у нас есть теги, и вы видите, у меня несколько меток. Если вы не создавали на своем сайте ни одной метки, у вас здесь будет пусто. Вы можете метку создать отсюда, если вы хотите заранее их заготовить. Зачем их заранее готовить? Дело в том, что когда метка будет здесь добавлена, ее можно быстро, по сути, вызывать, эту метку в дальнейшем при создании статьи. И метки, как бы слова, откуда они вообще идут, это ключевые слова вашей тематики, вашего сайта. Когда вы, например, пишете статьи из заголовка или из темы, из текста самой статьи. Живой пример на моем сайте официальныйфедоровасильев.ком. Под каждой статьей у меня есть метки. Они идут через запятую. Обычно к статье там добавляют 3-5 меток. Давайте зайдем в статью. В какую-нибудь из статей. То есть, вам надо вот здесь вот-вот добавить метки. Метки, добавленные ранее, они сразу тут начинают появляться. И мне достаточно, если я пишу следующую статью, и в нее входит та же самая метка, которая участвовала в других статьях, то мне достаточно просто набрать несколько букв, и метка, видите, показывается. То есть, сокращая мне процесс добавления меток. Я просто выбираю ее из этого списка. Она тут добавляется. Если метки вы ранее не добавили, какое-то новое ключевое слово, вы просто отсюда ее добавляете в статью. И вот вы просто пишете статьи там или категории. И там и там можно добавлять метки. Как только вы отсюда метки добавили, они у вас автоматически сохраняются. И находятся в компонентах, вот здесь вот в тегах. Вот они здесь появляются. Все эти метки можно с ними делать массовые действия, добавлять в архив, сразу все удалить. Там пакетная обработка. Зайти в каждую метку. То есть, это реально, я добавил ее со статьи, она здесь появилась. Здесь у нее есть и альяс тоже. Снять с публикации. Можно добавить метки описания. Хотя я вообще даже не представляю, зачем это нужно, где это вообще может помочь. Вот это описание. Даже добавить изображение в эту метку, в конкретную. Представьте, у вас десяток меток. И к каждой метке можно добавить изображение. Скорее всего, это будет выводиться на сайте. И каждая метка будет сопровождаться изображением. Я ни разу это не пробовал, но в принципе, если у вас есть желание, можно попробовать. И даже описание можно. Это мета-описание для поисковиков. Можно каждой метке прописать еще и описание. Я этого никогда не делал. Просто использую метки в качестве поиска. Кстати, зачем в принципе эти метки добавлять? На примере своего сайта покажу. Во-первых, по метке человек прямо отсюда, со страницы блога, может кликнуть. И по метке сайт отсортирует все статьи, в которой присутствует данная метка. Это первый плюс меток. Потом, в поиск или где-то просто на сайте, можно вывести модуль с метками. Например, на тестовом сайте с демо-данными Joomla 4, в самом низу, вы можете видеть вот такой модуль, где отображаются популярные метки, и рядом с меткой стоит цифра. То есть, это говорит о том, что есть 4 упоминания на этом сайте с данной меткой. Миллионы, например. На моем сайте я это использую так. Я в поиске вывел модуль меток для поиска. То есть, просто по ключевому слову человек может на моем сайте искать. И также просто сориентироваться быстро. Например, он увидел метку, там где 100% есть информация, или он может думать, что там скорее всего есть информация для него полезная. Он просто кликает на эту метку, и опять же, все отсортируется, все статьи в данный момент, какие есть на сайте, с этой меткой здесь есть. То есть, в данном случае, отображаются именно заголовки и анонсы текста. Здесь он уже сориентируется, например, его какой-то заголовок заинтересовал, он уже переходит внутрь и попадает на развернутую статью по данной метке. И вот мы можем вывести и пункт меню с метками, и настроить компонент меток, и плюс еще вывести, есть пару модулей для Joomla, вывести там популярные метки на сайт и так далее. Неважно, где вы добавите метку, если вы зайдете в компоненты, в теги, вы можете заранее просто здесь насоздавать, нас заготовить меток, и потом их быстро вызывать уже в дальнейших при создании статей. Поэтому, если вы хотите дальше сейчас продолжить по уроку, вывести ссылки в меню с метками и так далее, и у вас нет ни одной метки, то добавьте хотя бы три метки, чтобы вам было с чем работать. Вот метки у меня есть, поэтому давайте сначала мы с вами обратимся к меню. Я зайду в MyMenu, и давайте посмотрим пункты меню, какие Joomla 4 нам предоставляет. Вот у нас есть теги и первые теги отображений списка тегов. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть, этот пункт меню. Заголовок пункта меню я назову метки. Дальше, здесь родительский тег, можно написать какой-то тег, или выбрать из тегов, которые я добавлял ранее, какой-то родительский тег. Давайте, пускай это будет Joomla. Фильтр по языку, пускай будет русский у меня. Здесь, в принципе, больше настроек мы никакие не трогаем. На вкладке параметра есть некие настройки количества столбцов. Опять же, нам сейчас ни о чем это не скажет, по умолчанию здесь 4. Пока мы не выведем объем меток, не посмотрим, как это нужно настроить, чтобы мы могли в дальнейшем эти колонки прибавлять, убавлять количество колонок. Дальше добавить описание, изображение, заголовка, порядок, отсортировать, направление, описание элементов, количество символов. Пока можем все это оставить. Макет. Опять же, вот это можно все настроить глобально. То, что мы сейчас с вами смотрим вот эти пункты в компоненте, в метках, там есть глобальные настройки. Сейчас в этом видео мы туда с вами заглянем. Здесь тоже количество элементов можно, чтобы очень большое количество меток у вас там не выводилось. Например, количество элементов уменьшить. И как-то здесь это все настроить. Пока вы только, например, начинаете с этими метками разбираться, здесь можно ничего не трогать. Интеграция также имеется. И интеграция с RSS. Лентой видео об этом RSS у нас уже было. Есть возможность интегрироваться. Честно говоря, ни разу не интегрировался, потому что RSS мне это вообще не нравится, я этим не пользуюсь. Поэтому с интеграцией здесь надо уже смотреть, насколько это будет полезно и интересно. И дальше уже идут настройки по дефолту. Мета-опписание здесь к этой странице тоже можно добавить, желательно добавить. Давайте сохранимся. Пойдем на сайт, обновимся. Вот у нас пункт меню метки вывелся. Отображаются, значит, метки, которые я добавлял. Зайдя в метку, например, Joomla, показывается категория, статья, статья 2. По клику по статье разворачивается полная статья. То есть вот в таком виде можно отображать. Также вывод меток это влияет на внутреннюю перелинковку, что очень хорошо для SEO-оптимизации сайта в целом. Когда ваш сайт обрастает статьями, с годами, если вы в каждой статье будете все правильно добавлять ключевые слова в метки, они будут перелинковываться, и это будет очень хорошо. И для людей поиском, пользоваться людям, да, и SEO-оптимизации сайта тоже в целом. Давайте рассмотрим следующий пункт меню, это элементы. Элементы. Первый, вот этот момент, обязательно нужно добавить хотя бы одну метку, тогда мы сможем сохранить этот пункт меню. Чем он отличается? Давайте обновим страницу. Здесь выводится, например, категория статьи, но вы вот здесь можете выбрать, чтобы выводились только материалы, то есть статьи, например, категории, чтобы не выводились. Тогда будут выводиться статьи, категории вводиться не будут, там, где у вас есть метки, так скажем. Ну, то есть к конкретному тегу подвязано выводиться будут статьи. Здесь также можно выбрать и контакт, мы контакт уже разбирали, баннеры, категория, но баннеры мы с вами еще не разбирали, это мы с вами, компонент есть такой встроенный в Joomal, мы позже будем в видео это смотреть. Лента новостей, можно тоже здесь выбрать, тогда здесь тоже список будет увеличиваться. Но, опять же, метки должны быть добавлены там в контактам и так далее. А здесь, например, больше добавить меток для отображения сохранимся, и тогда, естественно, и статей будет больше, потому что к другим статьям есть другие метки, которые я добавил вот здесь, да, они здесь и отображаются, точнее, статьи, к которым есть эти метки. Также здесь есть еще один пункт, он практически такой же, как и вот этот пункт, только он тут написано прям в скобках, что он компактный. Тоже выбираем метки для отображения, сохранить, как было, обновляемся, как стало, да. Более так симпатично смотрится, немножко меньшего вида, и по клику открывается, например, вот контакт. К контакту я добавлял эту метку, мне здесь контакт показывается. Если хотите на этой странице отображать только статьи, тогда надо выбрать здесь статьи, тогда контакт отображаться уже не будет. Если вы выводите несколько пунктов в меню разных видов вот этих меток, разный тип пункта, и глобально для всех пунктов вы можете назначить настройки. Здесь все работает в Joomla также по аналогии, как мы работали с другими компонентами, типами пунктов в меню. Переходим с вами к компонентам, тегам, и вот здесь кнопка настройки. Вот здесь вот как раз глобальные настройки для всех тегов по сути. Здесь просто можете решать, какой макет по умолчанию, компактный, просто можете поиграться, посмотреть какой лучше. История версии можно скрыть, это при создании метки тоже есть история версии, если это вы не будете пользоваться, то лучше, наверное, скрыть. Также здесь особо объяснять нечего, просто читайте описание, что-то включаете для себя, что-то отключаете, что отображать, что не отображать, минимальное количество символов, дальше вкладка настройка по тегам, макет, вот, например, фильтр. У вас выводится здесь вот такой поиск по фильтрам, по тегам, можно отыскать конкретную метку, чтобы отсортировали статьи, да. Вы можете, например, если фильтр вам не нужен, скрыть. Обновимся, все, фильтр исчезает. Режим ввода, Ajax, это AJAX технология, это действие, которое происходит без перезагрузки страницы, то есть вы набираете в поле на ключевое слово, и у вас там всплывает подсказка сразу же, да, без перезагрузки страницы, это и есть AJAX. Это прикольная тема, лучше это, конечно, оставлять включенным. Интеграция, если RSS не используете, лучше отключить. Я отключаю, потому что я это не использую. Вот, и давайте рассмотрим еще о модуле. Вы можете вывести модуль. Есть два модуля по умолчанию в Joomal 4, переходим модули, и один из них рассмотрим. Здесь нажимаем создать. Про модули у нас будет, конечно же, отдельная ветка с уроками, но так как у нас здесь связаны все эти пункты меню и компоненты, и есть еще модули. Доступно, значит, два модуля, это похожие теги и популярные теги. Давайте посмотрим популярные теги, кликаем по этому модулю, дадим заголовок, сразу давайте выберем, куда этот модуль с метками отображать. Выведем в правую колонку, это сайдбар write, на всех страницах пускай будет. Здесь родительский тег по тегу, если у вас есть, так сказать, вложенные уровни теги, то можно выбрать родителя, и к этому тегу будут показаны, значит, только к этому, все, так сказать, дети. То есть, если джума это родители, к нему все дети будут показаны. Но так как я тут не создавал родителей, поэтому здесь я ничего не ввожу. Количество меток, период времени, порядок, направление, ну, такие тонкие настройки, можно, в принципе, это даже не настраивать. Здесь минимальный шрифт, максимальный шрифт. Вот здесь вот есть, в принципе, описание каждого вот этого момента. По поводу этого я хочу сказать, вот если посмотрим на моем сайте fedorvasilev.com, размер шрифта имеет значение, да, наибольшее количество статей, где присутствует метка, тот тег у меня максимального размера. И видно, что 61 элемент с меткой WordPress, например. Joomla чуть меньше. И, соответственно, само слово Joomla меньше. Вот этот размер, если тоже хотите, чтобы это по размеру человек понимал, что, скажем, здесь больше элементов, то вы можете этим манипулировать. Максимальный шрифт, минимальный шрифт. Например, максимальный шрифт сделать там не 2, а 3. И давайте сохраним этот модуль. Обновим сайт. Вот посмотрим популярные теги. Вот они у нас здесь выводятся. Также количество элементов можно указать. Если обновимся, то сразу помечаются, видите, 5, 4, 3. Например, если я по метке кликну статья, 4 статьи, в которой используется метка статьи. И, соответственно, дальше могу провалиться уже в саму статью. Здесь увидеть наибольший размер метки не получится, так как здесь меток мало. Это вот на моем сайте, да, ярко видно, потому что здесь много статей с большим количеством меток. Здесь вот поэтому наглядно и показываю, как это может выглядеть у вас. В принципе, мы с вами разобрали компонент встроенные в Joomla 4 теги, разобрали в связке пункты меню к этим тегам и разобрали один модуль популярной теги. Моя рекомендация на своем сайте, если, конечно, вы используете статьи, именно, потому что, если это статичный сайт, то метки, они бесполезны. Именно для статей, я считаю, они полезны. Обязательно к рекомендации выводите и модуль на сайте, чтобы удобно было искать. Не забывайте каждой статье ключевые слова в метки добавлять. Это все вам в будущем будет, конечно, очень помогать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok